Давайте-ка набросок в каком-нибудь двери, любого по вашему выбору, пожалуйста, в движение, не стоящего, а как-нибудь двигающегося. Задачка понятна? Да, сразу прибросьте цапля. Давайте. Это цапля будет здраво. Ну и сейчас, наверное, четверонечек. Опа. Очень крупная голова, короткая шея, массивное обувище. И теперь давай смотри, у любого животного плечевое сустав, от него капот не будет. Задачивает плечи. Задачивает. Зачем вы не делаете? Так, позвоночник. Абсолютно так же. При этом, если обратить внимание, ноги слона, это совершенно не циандерическая колонна. Вверху достаточно тонкие, резко расширяются к стопе. Больше площадь огромная. Масса зверя огромная, да? Вот для того, чтобы распределить эту массу по другим случаям. Я обязательно вот эту зверю. Если вы ее не нарисовали, то совершенно не ясно, как бы слона вообще. Кажется, в макапу написал. Кот хотел. Лошадь. Макапу лошадь. Мало того, что он решил в парке привязать. Смотрите, вот эти ножки. Это такой сломенок бар. Да. Но даже если вы увеличите, это прилияние какого-то там пристольного бары. Ну, это вот такой, да? Потому что пристольная толщина берет все-таки что-нибудь вот так вот. И стоп это очень широкий. Словно, это широкий. Ну, любом, конечно. Словно, конечно, достаточно выразительный в плене спины. Но бывает у него такой пол. Не, не бывает. Все-таки горбатость слона более сборная. А вот голова, условно, существенно выразительная. Промазанная с размером. Основание опыта существенно шея. Подносится на опазе на опыту. Шея не считается, но очень хорошая. Он толстый. Вот что выразительное с такова. Давай. Не помнишь, какие длинные выразительные. Да. Вот-вот-вот, я спас, я спас. Я хочу сейчас с головы дать свою. Нормально. Ну, да, если вот так вот. Существенно, прежде всего, по-другому. Что? Уберите лишнее ленья. Ваше. Так. О, как что? Значит, единая вещь. Вот единая вещь. Вот это очень неплохо. Вот первое. Вот это ленья. Ладно. Ладно. Одинушка вот здесь. Майя создала бошадь приблизимого лошади. Что является успехом. Я, слушайте, так. У него ботянка мозга. Или ему губ вставили насос и нагачали череп. Вот скажи, пожалуйста. Он щенок. Знаете, если он щенок, он настолько грустный лоб, что он антропонолог. А так ты сделала помесь между лбом Сократа и челюсть Шварцмейкера. Не бывает. Не склазывается образ. Ну, вот представьте, собаку примерно. Размер головы по отношению к размеру ноги. Так. Вот стоит собака, вот его голова, вот его нога. Так, часть ноги, которая так-то... Длина головы, а длина ноги сильная. Ну, в любом случае, не вот такой малюсенький кусочек, как вы здесь произвели. Череп, разумеется, существенно более толстый. Где-то вот здесь, чувствуешь, на сустав. Вот так подходит. Таких черепных коробок, как у человека, уже не будет просто никого. Ну, это не совсем волчар, это скорее по пропорциям такая-нибудь поржая, слишком длинная черепочка такой. В ширине. Ну, череп, не просто. А можно так нарисовать? Угу. Нет, это стимирный собачий пропорция. И вот эта дворецница. А волк можете нарисовать? Волк. Волк. Кстати, как передать настроение любого псу-муру зверя? Хвост. Хвост раз, аскал раз, аскал раз, аскал раз два, положение в жире, положение в шеи. Да. Важнейшая вещь – положение в шеи. Собака, так же как у ловши, передней лапой что-нибудь к себе притянуть, может, окошко. Да. И, как мы уже сказали, отлично. Ставим вот это положение передней лапы. Для псовых не очень красиво. Так? Нет. Передней лапой сверху? А. Спереди. Спереди? Так, ради богу. Конечно. Да, так и лошадь может. А вот сверху? Нет. Вряд ли, да. Вот кошки вот так вот, котят, мух, вот, сколько угодно, а щенка, представляешь, теперь. Собака вот этого движения, сведения передней лапы, на лапу вообще делать не может. Ровно так же, представляющая лошадь или короба, которая делает вот такое движение. Ничего не выйдет. Анатомический запрет. Просто кости и мышцы так подведены, что взять и развести переднюю конечность в сторону не могут. Вот кошка и медведь немного могут. Не так, как мы с вами, не наступили. Но все-таки могут. Да. Давайте. Так. Ага. Но вы с чем угодно работаете, там, с рукосом, с кем-то. Зачем вы такие лежаете? В чем смысл? Весеный раздевает. Зачем вы тут размаяниваете? Я вообще не плываю, не знаю, человек. Вот, когда вы какое-то проявление тела, зверя, завозят на отдельные бусины. О! С моей точки зрения, Да. Вот так. Существенно. Молодцы. Так вашу никакой не надо. Так вашу нормальность. Плохо. Опять же, полное непонимание анатолия. С кунгой, из каких хотелось бы, что это? Не знаю. Угу. У любого на скунгу есть голова, есть грудной отдел, и у таракана перейдите брюшку перекрыть сверху крыльями. Вот они. Поэтому не видно, что оно из седмина. А что, скажите, а ноги откуда отходят у всех насекомых? Из грудной седмина. А ноги отходят только под грудной седмина. Не бывает ноги, которая отходит отсюда, и тем более отсюда. Поэтому, ноги отходят вот так. Вот. Какая-нибудь, средняя лапа здесь, вот вторая лапа, вот она, вот третья лапа. Но она все равно отсюда отходит. А вот такого быть не может. Вот так, а вот так. С кейтаром. Да, похоже. Это шесть абсолютно всех насекомых. Не бывает случай, что два, вот отсюда отходят. Только огурнурсина, только вот отсюда. А тут вот огурнурсина одна. А сегментов детей.